Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Не только ласка, отловом бездомных собак займутся подведомственной мэрией организации. На Новомихайловском кладбище пропала урна с прахом. Кого подозревает в этом дочь умершей? В крае начались праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне. Отопление в домах барнаульцев начнут отключать с сегодняшнего дня. Глава барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об окончании в городе отопительного сезона. Напомним, накануне теплоснабжение уже отключили в Бийске, а днем ранее в Новоалтайске. А между тем в Алтайский край приходит долгожданный теплый циклон. Погода в ближайшие дни будет доходить до плюс 29 градусов. Также напомним, что после майских праздников в Барнаул ждут ежегодные гидравлические испытания, а его жители – отключение горячей воды. Работы будут проводиться поэтапно до конца августа. Для потребителей ТЭЦ-3 предусмотрено 5 периодов отключения, еще 2 – для потребителей ТЭЦ-2. Не только Ласка. Власти Барнаула намерены наделить полномочиями на отлов бездомных животных и другие организации подведомственные мэрии. Сегодня единственным исполнителем муниципальных контрактов является приют Ласка. Но, как заявил накануне глава города Вячеслав Франк, мощности и Ласки не хватает, чтобы обеспечить безопасность жителей. В текущем году с приютом заключили договор на 4 миллиона 600 тысяч рублей. Предполагается, что будет еще один контракт на 1 миллион 700 тысяч. Вячеслав Франк поручил проработать вопрос о том, чтобы предприятия из сферы ЖКХ и благоустройства тоже получили полномочия на отлов и содержание хвостатых бродяг. Кстати, накануне председатель комитета КЗС по аграрной политике Сергей Серов заявил, что для решения проблемы бездомных животных в Алтайском крае необходимо построить как минимум 30 приютов, что потребует порядка 2 миллиардов рублей. Серов подчеркнул, что без финансовой поддержки федерального центра с этой задачей не справиться. Россиян, в том числе жители нашего края, ждут четырехдневные майские выходные. Повод тому – 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Этому событию посвятили массу праздничных мероприятий, которые стартовали сегодня. Так у домов ветеранов в Барнауле провели торжественные парады. Об одном из них в сюжете Данила Кузнецова. Под звуки аплодисментов встречают ветерана Великой Отечественной войны Николая Шерстобитова у подъезда. В преддверии Дня Победы под окнами его дома администрация решила провести небольшой парад, который по традиции начался с фронтовых песен. Парад – это не только песни, это прежде всего церемониальный марш. Его для Николая Шерстобитова исполнила рота почетного караула Барнаульского юридического института. Притом, они не просто торжественно прошагали, но и показали строевые номера с самозарядным карабином Симонова. Собрались поздравить ветерана не только взрослые. Послушать его рассказы пришло и подрастающее поколение – школьники-юнормейцы. Нашего государства праздник. Это великое дело. Ведь надо было победить. По сути дела вся Европа против России была. И мы все-таки победили. Подобную акцию с парадами у дома в Барнауле организуют уже несколько лет. И на этот раз их проведут по нескольким адресам ветеранов. Даню Кузенцов, Дмитрий Денисов. День с толком. Театрализованное представление в трамвае, посвященное годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошло сегодня в Барнауле. Насколько это было атмосферно, смотрите в сюжете. Едем домой с победой! Ура! 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 Театрализованное представление в трамвае маршрута номер один сегодня успешно отыграли активисты Барнаульской школы. В военной форме они ехали домой с победой, исполняя для пассажиров песни и частушки военных лет. Кто не знает русский танк Т-34, от войны и до сих пор самый лучший в мире! На конечных остановках трамвая Победы, Новом рынке и Площади Свободы артистов встречали другие школьники и родители, разыгрывая встречу жителей с бойцами. Мне очень нравятся мероприятия. Я помню по подвигам всех наших. Это была Великая Война Отечественная с 1941 года до 1945. Шла 4 года. Очень хорошо, очень празднично. Спасибо! Вам удалось подвезти в эту атмосферу? Ну, конечно, у меня папа от Курской дуги до Берлина прошел. И только в 1947 году, когда наши войска оттуда вывели, он приехал домой. И я вот в 1949 родилась. У меня дедушка воевал. И поэтому я это ценю и уважаю. Возрождать это надо. С детства это надо воспитывать. И чтобы они помнили. Помнили о наших предках, о погибших. Трамвай Победы по улицам Краевой столицы шествовал уже в четвертый раз. Я каждый год обязательно принимаю участие. Вот сегодня я преподаю в 64-й школе. Даже отпросился с уроков, как ученик. Ну, я как учитель отпросился с уроков. С одной стороны, да, праздник со слезами на глазах. А с другой, это великая радость. Мы изображаем солдат, которые живые едут домой. Прошли такую войну. Получили награды. Одержали победу над таким страшным врагом. Спасли вот этих всех детей, которые сегодня здесь танцуют с нами и тоже радуются замечательному Дню Победы. Всего в праздничной акции приняли участие учащиеся педагоги и родители пяти барнаульских школ. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле сегодня открыли городской марафон «Белые журавли». Если участники бессмертного полка распечатывают фотографии своих героев на транспаранты, то участники этого марафона помещают фотографии ветеранов на футболке. Наша съемочная группа побывала в 52-м лицее, чтобы узнать, с чего началась акция и для чего ее проводят. Я думаю, что это будет какой-то талисман вашей семьи, будете передавать своим детям. Они с гордостью носят эти футболки. У каждого свой герой Великой Отечественной войны. Среди погибших бойцов и участники спецоперации. Ученики 52-го лицея и их родители – активные участники акции «Белые журавли». Впервые ее провели ветеранов ИСБ из Алтайского края еще 10 лет назад. Возникла идея, что на футболках на белых изобразить, перефотографировать участников Великой Отечественной войны, которые воевали в Отечественную войну и потом служили в нашем управлении. Ну а поскольку мы дружим с 52-й школой, то, конечно, подключили к этому школьников. Изначально было не так много фотографий, а затем стали заниматься тем, что школь у школьников разыскивать или заниматься поиском через интернет, отдали родственников близких, тех, кто воевал. Прошло время, и к белым журавлям присоединились сотни человек. Это очень правильное дело, которое нужно, конечно же, продолжать. В моей семье тоже есть герои, которых мы помним. Например, Сухарев Геннадий Тимофеевич прошел всю Великую Отечественную войну и вернулся живым. Через эту акцию сохраняется история, история нашей Великой Победы. Я бы хотел, уважаемые дети, воспитанники, ученики, вам сказать огромное спасибо, что вы продолжаете эту историю, чтите эту память. Все мы вместе вспоминаем поколение героев, поколение победителей, тех людей, благодаря которым мы живы. Благодаря их подвигу сохранена территориальная целостность, независимость, свобода нашей страны. И уже традиционно 9 мая участники акции «Белые журавли» наденут футболки с изображениями своих героев и примут участие в забеге «Кольцо Победы». Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Мистика или обычный вандализм? Из могилы Новомихайловского кладбища пропала урна с прахом. Об этом нашему телеканалу сообщила жительница Новоалтайска. Прах принадлежал ее маме, которая скончалась прошлой осенью. Сейчас горожанка всеми способами пытается разыскать бесценную потерю. Когда приехали весной сюда, были крайне удивлены. Яма есть, урны с прахом нет. Раскопали могилу, выкрали урну с прахом. Вот такую злую шутку обнаружила Антонина Куликова после родительского дня. Осенью прошлого года к могиле ее отца подхоронили прах мамы, согласно кладбищенским правилам. В урне. Стоимость услуги – 10 тысяч рублей. Вот только как долго прах покоился в земле, неизвестно. Весной женщина приехала навестить родственников и ужаснулась. Мы испугались сильно. Во-первых, мне плохо. У меня отнялись ноги. Мне ночью снятся покойники, которые идут за мной, приходят ко мне забирать. Урна исчезла. Вырытую яму неизвестные бросили черный хлеб. Рядом разбросали мелочь. Говорят, что деньги ложат тогда, когда на откуп дается. Для каких-то колдовских вариантов. Я понятия не имею. Если отбросить мистику, то женщина хоть и не уверена на 100%, но все же подозревает работников кладбища. Только это мое мнение личное, что кладбище очень нервничает, что сейчас вот открыли кремацию и забрали у них кусок хлеба. После случившегося женщина обратилась в администрацию кладбища с официальной жалобой. Вместе с Антониной Куликовой в администрацию некрополя заглянули и мы. Где урна? Где она? Где прах моей матери? Нет. Вы туда ее унесли? Я никуда никого не уносил. Обращаемся на Аносова-8, в похоронную службу города, куда нас и отправил сотрудник кладбища. Здесь подтвердили инцидент и поступившее заявление. И рекомендовали обратиться в полицию, потому что это надмогильное сооружение. Это собственность или родственников, или лица ответственного за хранение. По имеющейся информации, она не обратилась в полицию. Но еще не поздно это можно сделать? Ну, наверное, да. Но полицейского все-таки пригласили уже сотрудники кладбища. Хотя это не входит в их обязанности. Сейчас правоохранители расследуют акт вандализма. Как можно прийти, взять, раскопать могилу чужую? Взять, забрать прах? Кому он нужен? Для чего? Это такое оскорбление для нашей семьи. А между тем, рассказывает Антонина Куликова, на днях ей позвонили и предложили деньги за инцидент в городе мертвых. Кто звонил, женщина так и не поняла. Хоть миллиард называй, хоть копейку называй. Прах-то он бесценен. Это память. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Движение первых набирает обороты. Это своего рода пионерия современности. Почти три тысячи человек сегодня приняли участие в слете первичных отделений движения. Именно из-за такого большого числа участников встреча проходила в формате онлайн. Движение первых – организация для детей и молодежи, созданная по распоряжению президента России и работающая по 12 направлениям. Каждый, кто в ней состоит, может развивать свои таланты в самых разных областях. Например, в спорте, науке, культуре, волонтерстве, экологии, туризме. Днем рождения организации считается 26 января, а уже сейчас в крае 288 первичных ячеек движения первых. И это только начало. Уже в июне пройдет очная встреча, большой форум в лагере «Гагарин». Участие в нем примут 350 человек. Движение первых будет представлено летом и во всех оздоровительных лагерях региона. Мы возлагаем большие надежды на летнюю оздоровительную кампанию, потому что благодаря входу и совместной работе с Министерством образования и науки, и участию в каждом лагере, мы как раз, возможно, познакомимся с теми ребятами, которые вообще о нас ничего не знают. Но после совместных действий они обязательно захотят стать участниками движения. Сегодня есть такая концепция, когда все существующие ранее движения, российское движение школьников, юнармия, студенческие отряды, другие какие-то там вот у нас были еще самостоятельные организации, которые включали ребят в свои какие-то активности, не сегодня все вливаются в одно, в одно движение, движение российского движения детей и молодежи, движение первых. Лидеры движения отмечают, движение первых – это не элитарный клуб. Вступить в его ряды может каждый, главное выбрать направление по душе и развиваться в нем, стараясь достичь успеха. Демидовская площадь вырвалась на первое место в народном голосовании за благоустройство территорий в Бурнауле. Ранее в лидерах был Сиреневый бульвар. Вот такая неожиданная рокировка. А между тем, отметил министр строительства из ЖКХ Краева Ангелев, жители нашего региона все активнее участвуют в опросе по благоустройству общественных территорий. На сегодняшний день лидер по числу набранных голосов в целом по краю – село Гальпштадт в немецком национальном районе. За его благоустройство проголосовал каждый третий житель населенного пункта. Второе и третье место в народном рейтинге у Косихи и Шалаболихи. За города региона активно голосуют населения Олейска и Рубцовска. Там участие в опросе приняли больше 10% жителей. И мы видим интерес, мы видим активность граждан. А почему это происходит? Потому что люди видят, что их голос фактически что-то решает. Интересно очень, что чем крупнее город, тем, конечно, меньше доля каждого голоса. И вот это участие личное, например, в маленьких населенных пунктах, она более значима. Отметим, в прошлом году за благоустройство общественных территорий по национальному проекту проголосовало 105 тысяч жителей края. Это на треть больше, чем в позапрошлом. В 2023-м ожидается еще большая активность. На сегодня свой голос подарили уже около 100 тысяч человек. А между тем голосование завершится только 31 мая. Самые малочисленные населенные пункты края, в которых проживает от 100 до 500 человек, обеспечат качественную связь до 2030 года. В этом заверяет министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. Накануне он дал пресс-конференцию и рассказал, что первый этап устранения цифрового неравенства завершен в 2021 году. Тогда были установлены столбы с Wi-Fi-передатчиками, с помощью которых в радиусе 100 метров можно подключиться к интернету. Таким оборудованием за два года обеспечили 90 сел. В 2023-м должны еще 48 населенных пунктов. Но не менее важный вопрос – повышение тарифов на связь. По словам Евгения Зрюмова, стоимость базовых пакетов выросла не более чем на процент инфляции. А вот с безлимитными услугами ситуация обстоит хуже. Проанализировав те затраты, которые несут телеком-операторы, ну где-то в дефиците оборудования, которое имеется, и сопровождение, конечно же, именно вот эти более расширенные пакеты услуг, которые предлагаются, они были пересмотрены. Да, где-то в сторону увеличения стоимости, где-то изменение условий предоставления этих услуг. Более 400 юных шахматистов сошлись в схватке интеллектов. В Барнауле проходит большой 13-й по счету Кубок Алтая, который в общей сложности продлится больше недели. Где смогли разместить несколько сотен участников и в каком стиле предпочитают играть юные шахматисты, смотрите в сюжете. На доске сицилианская защита. Любимый дебют Ксении Будаевой, чемпионки края по шахматам. На этап детского Кубка России она приехала сразу за двумя целями. Повысить разряд до первого взрослого и посмотреть на тактики других игроков, чтобы разучить что-то новое. Я играла дебюты, но они не подошли к моему стилю игры. Поэтому я просто стала играть И4. Возможно, я разучу Д4, ферзь его гамбит, и, возможно, буду его играть. Конечно, Ксения готовилась к этапу. Разбирала этюды, анализировала партии Каспарова и Карпова, слушала лекции. Однако по теории в этих соревнованиях играют не так часто. Все же возраст участников до 15 лет. Ну, дебют разыгран, начало партии. Ну, как обычно бывает, что думаешь одно, а получается, как всегда, другое. И здесь приходится включать творчество, в частности, знания какие-то свои. Кстати, знаний у здешних шахматистов очень много. Есть даже игроки с рейтингом около 2000, то есть почти кандидатов в мастера спорта. Участников в этот раз собралось рекордное количество – более 400 человек из 18 регионов России. Уместить их всех смог Манеж технического университета. Когда в прошлом году было 360, нас очень тепло встретил аграрный университет, но мы рассыпались по всему вузу. Это было неудобно судьям, неудобно участникам. Здесь мы все сядем на одной площадке, это будет видно и родителям со второго этажа, они будут смотреть. И все, как бы, и судьям будет легче судить. То есть для всех это просто более удобно. В итоге на беговой площадке стоят 205 комплектов шахматы-часов, на которых таймер застыл на отметке в 90 минут. Играют дети 9 туров в классику. Набранные очки пойдут как в зачет Кубка Алтая, так и в соревнования межрегионального масштаба – интеллектуала Сибири. Поэтому победы важны вдвойне. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Спортсмен из Рубцовска Данил Белевитин вошел в число победителей первенства Европы по боксу, которое проходило в Ереване. В главном бою он обыграл боксера из Румынии. Сразу по прилету спортсмен пообщался с журналистами. Подробности далее. У меня папа всегда бокс смотрел. У него тоже кумир там был. Костя Дзю всегда смотрел Костя Дзю по телевизору. Меня там сравнивал. Именно так Данил Белевитин и попал в бокс. Из гимнастики его забрал отец. И семи лет юноша на ринге и в перчатках. Тренерский состав отмечает, что на европейском турнире напор и одержимость победы в спортсмене были запредельными. Мы были уверены, что у нас будет не призер мы будем, а именно будем победителями. И началось все это еще, наверное, с Комсомольского на море. Правильно я говорю? Что ты пришел когда-то 63, когда ты убрал первых номеров другого веса. Бывает такое, что такое верить. Я даже сомневаться в этом не мог. Такое бывает очень, конечно, редко, но это было так. В целом турнир для Данила складывался тяжело, несмотря на то, что в полуфинальной встрече он разобрал боксера из Франции. Но финальной схватке с крепким румыном было непросто. Первый раунд Данил даже проиграл, но потом собрался и вырвал победу единогласным решением судей. Я начал наращивать темп, а он дышит плохо. Ну и все, и третий раунд он уже еле-еле стоял, и тут уже моя работа. Можно сказать, как бы мешку работы. Всего по итогу первенства Европы по боксу в разных весовых категориях победителями стали 12 россиян. Это был триумф, который закончился гимном России в честь наших спортсменов. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. День с толком. Жюри конкурса высоко оценила сюжет детской программы про храм в Антарктиде, к строительству которого приложили руку барнаульские мастера. Авторы материала рассказывают об истории создания церкви на Южном полюсе и работе над ней алтайского архитектора Петра Анисифорова. Участники детской рубрики встречались с профессионалом, брали у него интервью, затем писали текст и монтировали материал. Сюжет вышел в пятом выпуске «Детей Большого Толка», а сейчас маленькие авторы работают над 26 выпуском. Проект «Детей Большого Толка» появился на нашем телеканале всего год назад, но за это время успел стать победителем нескольких конкурсов. За этот год уже мы победили в международном фестивале «Волжские встречи» и победили в Казани. И это уже третья наша победа на Всероссийском фестивале, причем проводит его форум «Бумеранг». Это очень серьезная организация, победители, которые участвуют в очном соревновании, они отправляются в Орленок, во Всероссийский детский центр. Там специальная смена, где снимают кино и сюжеты, так что это большой шанс всегда для ребятишек. Субтитры создавал DimaTorzok